коротко полезным если вы приехали в норвегию скорее всего вы не знаете как пользоваться автобусом ну или знаете но не всю информацию например прожив здесь много лет я только недавно узнала что билеты купленные на автобус я буду говорить только про автобуса потому что другим видом транспорта я не пользуюсь в осло там и трамвай и метро можно как-то совмещать но здесь у нас только автобусы и паром и паром и мне не нужны как бы и поэтому я говорю только за автобусом значит как вы купили билет и едете до по определенной зоне вот город разделен на зоны и в зависимости до какой зоны вы едете в зависимости от зоны рассчитывается стоимость билетом вот например сегодня я отвезла я съездила в одно место и пробыла там буквально три минуты и мне надо было ехать дальше но зайдя в автобус я уже не покупаю новый билет я предъявляю старый билет который купил когда ехала сюда потом я съездила в одно место и у меня еще хватало времени чтобы вернуться по этому же билету домой сейчас я вам покажу вот смотрите оверганг гильди тиль 12 августа двадцатого года 1024 то есть мой билет действителен до 1024 купила я его 918 918 чуть чуть поменьше часа ой побольше часа 918 1024 то есть за этот час я съездила в три места и вернулась домой также вы можете по этому билету например едете едете до какого-то места а потом вам вдруг обратно надо съехать выходите и просто пересаживайтесь на другой автобус куда вам надо в общем никакой роли не играет в каком направлении вы едете и сколько раз вы едете вы просто садитесь и едете до истечения вот этого срока вы вот можете в 1023 забежать в автобус и ваш билет будет действителен как сейчас я в последнем месте ехала из последнего места ехала у меня оставалось там буквально пять минут втопила и в общем успела три места объехала это сколько у меня было поездок раз два три четыре пять поездок совершил вот почему я делюсь информацией потому что прожив здесь много лет никто в принципе об этом не рассказывает это все узнается постепенно касаясь ложечка за ложечкой ну и вот раньше я платила я не знала этого и платила два раза например мне надо было съездить в одно место я ехала и буквально там полчаса 40-50 минут и мне надо возвращаться обратно мне приходилось покупать обратно билет хотя я могла воспользоваться запросто этим же билетом а так как проезд норвегии не дешевый вот например я ездила по зоне которая стоит 37 крон от первоначального моего места вот и вот представьте 37 туда 37 обратно а обычно еще дальше едешь это уже 42 кроны 49 туда 42 туда 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 и короче это набегает поэтому даже выгоднее конечно иметь проездные билеты которые пополняются кстати прямо в автобусе или на станциях автобусных вот ну если вы ездите нечасто то вот такое вот вам совет как пользоваться билетами в норвегии